Здравствуйте! Приветствую вас на своем видео канале! Сегодня я решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» И рассказать, как правильно лечить и вылечить эректильную дисфункцию у мужчин с диабетом? Лечение эректильной дисфункции у мужчин с сахарным диабетом должно начинаться с оценки индивидуального уровня здоровья. Иными словами, ваше желание вылечить эректильную дисфункцию либо импотенцию должно соответствовать реальным возможностям вашего организма, ориентируясь на определенные специфические показатели, игнорирование которых и попытка быстро вылечить эректильную дисфункцию может закончиться плачевно. Основное осложнение сахарного диабета сегодня не гипергликемическая кома, когда диабет плохо компенсирован, и не гипогликемическая кома, когда вы переборщили с препаратами сахароснижающими. Это инфаркт миокарда. И в этом видео вы узнаете основные показатели, ориентируясь на которые вы сможете совершать целенаправленные действия по укреплению своей потенции с минимальным риском для вашего здоровья и для вашей жизни. Ошибочно считается, что сахарный диабет — это нарушение обмена углеводов. Начинается все с нарушения углеводного обмена на фоне инсулино-резистентности печени. А далее нарушается обмен белков, жиров, витаминов, макро- и микроэлементов. И сахарный диабет плавно переходит в метаболический синдром, как его называют оптимисты. Либо в смертельный квартет, как его называют пессимисты. В котором самая главная опасность — это нарушение обмена жиров с развитием атерослероза сосудов. Первичство страдает аорта — там самое высокое артериальное давление. Первые сосуды, которые отходят от аорты — это коронарные сосуды сердца. В них атерослероз развивается прежде, чем в сосудах других органов. Именно поэтому инфаркт номер один. И нужно очень правильно контролировать некоторые показатели. Чтобы устранять, чтобы попытка вылечить эректильную дисфункцию не закончилась у вас развитием инфаркта. Первый, очень важный показатель, на который нужно ориентироваться, прежде чем заняться спортом либо сексом — это уровень сахара в крови. Каждая молекула глюкозы держит вокруг себя гидратную оболочку. Иными словами — окружена водой. И чем выше уровень сахара — тем больше воды в кровеносной системе. А соответственно ниже содержание кислорода. И любая физическая нагрузка может усилить даже при хороших сосудах как ишемию сердечной мышцы, так и вызвать ишемический инсульт. По выбору! Поэтому сахар в крови не натощак — нужно знать! А перед тем как вы хотите — совершать более активные движения в окружающей вас среде. И уровень сахара должен быть ниже чем 6 ммоль на литр. Или в иной системе координат меньше 120 мг процентов. Но! Сбить сахар — не фокус! Его можно снизить правильным питанием и правильным образом жизни за несколько дней либо недель. И этот показатель имеет значение в основном здесь и сейчас. А есть более интересный показатель! Более потенциально опасный для вашего здоровья! От него зависит уровень артериального давления при физической нагрузке! И что это за показатель? Вы узнаете прямо сейчас! Второй не менее важный показатель, определяющий ваши отношения к такому серьезному заболеванию как сахарный диабет — это гликозидированный гемоглобин или средний сахар за последних 3 месяца. Чем гликозидированный гемоглобин выше, тем выше скорость развития диабетической ангиопатии. Одно из проявлений которой — это эректильная дисфункция либо импотенция у больного с сахарным диабетом. И если вас сегодня не интересует диабетическая стопа, не интересует снижение возможностей мозга, сердца, почек, а интересует только как укрепить потенцию, как излечить эректильную дисфункцию, то вашему организму тоже все равно в каких сосудах будет нарушено кровообращение в этом случае. И чем активнее используете систему, тем быстрее она выйдет из строя. Поэтому прежде чем укреплять потенцию, нужно снизить гликозидированный гемоглобин. Иными словами, скомпенсировать сахарный диабет не только сегодня утром. Это показывает уровень сахара натощак. Ну и последних 3 месяца. В этом случае поднять потенцию будет легко, но нужно проверить еще один очень важный показатель, а именно толерантность к физическим нагрузкам. И как это сделать правильно, вы узнаете буквально прямо сейчас. Чтобы оценить реальное состояние сердечно-сосудистой системы и вашу готовность к физическим нагрузкам либо к сексу, я бы советовал вам пройти тест с 20 приседаниями либо степ-тест, при котором вы за одну минуту должны подняться на 80 ступенях. Казалось бы, небольшие нагрузки. Но по реакции сердечно-сосудистой системы на них, а самое главное — по скорости восстановления после них можно оценить реальное состояние этой системы и степень кардиологического риска при нагрузках. При хороших результатах вы можете пройти более интенсивный тест. Тест Купера. По-другому его называют 1,5-мильный либо 12-минутный. Иными словами, это расстояние, которое вы можете преодолеть за 12 минут, либо время, которое вам необходимо для преодоления расстояния в 1,5-миле. В любом случае, это показывает готовность вашей системы к физическим нагрузкам. Экстремалы могут это все проигнорировать. Но! Если вы будете заниматься сексом на высоком уровне сахара, чем он будет выше, чем 6 миллимоль на литр, тем выше будет артериальное давление во время нагрузки и износ сердечной мышцы здесь и сейчас. Иными словами, вы рискуете здесь и сейчас. Если высок будет уровень гликозидированного гемоглобина, то сахар вы снизили. Его снизить быстро можно. Гликозидированный гемоглобин более медленный показатель. Он медленнее снижается. Здесь вы теряете не только сердце и сосуды во время нагрузки, но и теряете возможность заниматься сексом в отдаленной перспективе. На несколько раз вас хватит. А дальше? Вам нужно быть мужчиной и дальше? Или хватит несколько раз заниматься любовью? И все! И на этом все закончится! Если у вас будет в плохом состоянии сердечно-сосудистая система исходно, напомню, риск инфаркта в диапазоне от 20 до 50 лет у мужчин увеличивается в 100 раз. И вопрос к вашему паспорту. Какой у вас возраст? И понимаете, чем вы можете рисковать? Поэтому если вы плохо готовы сегодня к занятиям любовью, сделайте небольшую паузу. Займитесь своим сахарным диабетом. Достаточно много видео на эту тему на моем канале есть. Вы их можете просмотреть. для того, чтобы понимать, что вам нужно делать, в каком направлении двигаться. Но! Если сахарный диабет у вас скомпенсирован, если гликозидированный гемоглобин у вас в хорошем состоянии, иными словами, давно скомпенсирован сахарный диабет, и сердечно-сосудистая система у вас работает, она работоспособна, вы ее берегли? Прекрасно! На моем канале есть несколько видео. Вы можете набрать, как вылечить эректильную дисфункцию у молодых мужчин. Ведь несмотря на сахарный диабет, диабет пожилого возраста. По-другому я его называю. Вы молоды в основных системах жизнеобеспечения. И простыми способами, зависящими от вашего темперамента, вы можете улучшить потенцию. Также на моем канале есть видео. Оно называется «Если не стоит эрекция, есть простатит, эректильная дисфункция». Там есть еще несколько советов, как правильно подготовиться к занятиям сексом. В том числе и правильное питание перед сексом. От того, что вы употребляли в пищу на протяжении последних 8-9 часов перед занятием сексом, зависит результат. Зависит кардиологический риск. И набор продуктов, которые вы можете безопасно использовать перед занятием любовью, он есть. Он известен. На моем канале это есть. И вы можете из этого видео это узнать. А я с привычным подписчиком моего канала словами «Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения». Это видео буду заканчивать. И подумаю, какое еще видео написать на темы здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моем канале!